Юные самарские робототехники отправятся в Москву. Победители RoboFest при Волжье будут защищать часть региона на Всероссийском технологическом фестивале ProFest. Как создать искусственный интеллект и кому это по плечу, наша съемочная группа узнала у начинающих инженеров. Никакого пульта управления, только специальная программа и команда Start с роботами Дмитрий Колга с недавних пор на ты. Он член команды Всадники, которая достойно себя показала на фестивале RoboFest при Волжье. С инженерией планируют в дальнейшем связать свою жизнь и, возможно, даже создать собственного интеллектуального андроида. Интересно в полной свободе действий, то есть ты покупаешь конструктор и можешь собрать любого робота для любой задачи. Именно это и является тем, что меня привлекло в роботехнике. Планирую продолжить этим заниматься, потому что это интересно и перспективно. И я думаю, что это будет еще. В фестивале RoboFest при Волжье приняли участие 227 команд. Это более 500 человек из разных районов и городов региона, а также из Оренбургской и Челябинской областей. Соревновались в восьми номинациях. Команда Всадники победила в робокарусели. Для этого им пришлось пройти три этапа последней Олимпиады по физике. Это, наверное, единственная Олимпиада, которая ищет именно думающих людей, потому что они сделают все, чтобы ребята были готовы к Олимпиаде, они выпускают и курсы. Если ребенок, вспомнив все, что ему рассказали, применит это на Олимпиаде в Москве, он сможет. Организаторами мероприятия выступили региональный департамент информационных технологий и связи, областной Минобор и самарские университеты. Цель фестиваля – повысить престиж инженерных профессий и поддержать талантливую молодежь. Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу – регулярно проводить в регионе подобные мероприятия и популяризировать информационные технологии. Сейчас это особенно важно, ведь именно за цифровой экономикой будущее. Очень важно сегодня для родителей донести, что дети еще и по техническому направлению, не просто соревнования по физике и математике, а именно соревнования, которые имеют прикладной характер, где дети делают модели, решают задачи глобальные, связанные с экологией, связанные с дорогами, с транспортом. Теперь из команды победителей будет сформирована сборная, которая будет защищать честь региона на Всероссийском технологическом фестивале «Профест». Он будет проходить в Москве в конце марта. Дарья Зотова, Алексей Гриднев, Новости губернии.